Продолжение следует... Девятая Ава учит нас тому, что нужно быть терпимыми и как можно меньше ненависти. Что вообще такое Девятая Ава и с чего все началось? Девятая Ава – это для иудейской традиции один из самых страшных дней еврейской истории. Это день разрушения первого, второго храма и крепости Бейтар-Барковка. То есть три раза в истории в этот день происходили страшные события. Но обычно больше всего концентрируется внимание на именно разрушении второго храма. И наши мудрецы задавали вопрос, из-за чего был разрушен первый, из-за чего был разрушен второй храм. Ну, из-за чего был разрушен первый, ответ дается в Вавилонском Талмуде, что первый был разрушен из-за трех грехов. Идолопоклонство, разврата и кровопролитие. Но тогда возникает вопрос, из-за чего был разрушен второй храм. Ведь во время второго храма занимались изучением Торы, соблюдали заповеди, делали добрые дела. Именно на это время приходит просто рассвет такого вот иудаизма. Существуют школы Рава Гелеля и Равы Шамая. А еврейские мудрецы, в принципе, вплотную подойдут к созданию Талмуда, который потом надо будет только записывать. Ну, совершается большой такой вот духовный прорыв. Так почему же второй храм был разрушен ровно так же, как и первый? И ответ, который дается в Вавилонском Талмуде, из-за одной вещи, которая называется на иврите сенатхинам. То есть бесплатная ненависть, беспричинная ненависть, необоснованная ненависть, беспричинная ненависть между евреями, которая, ну, как все три греха вместе взятые, которые больше, чем идолопоклонство, разврат и кровопролитие, взятые вместе. Так говорит в Вавилонский Талмуд трактат Йома. И что же произошло? И вот Талмуд наполнен историями, которые были в преддверии разрушения храма. И очень много об этом написано у Иосифа Флавио в страшной книге, которую вообще надо читать для того, чтобы понимать, какие именно угрозы стоят перед еврейским народом. А вот в Талмуде, в частности, есть в трактате «Гитин» Вавилонского Талмуда, рассказ про одну такую почти анекдотическую историю между Камца и Бар-Камцем. Потому что вот из-за путаницы... Еще у себя анекдотическая история. Анекдотическая история, которая имела столь далекие последствия, что, в общем-то, назвать ее трагедией – это еще вообще ничего не сказать. Да, но там рассказывается, что у одного человека был друг по имени Камца. И был враг по имени Бар-Камцем, то есть которого он не любил. По идее, это очень напоминает такую повесть о том, как позовился Иван Иванович Иваном Никифоровичем. Но дальше там идет рассказ о том, что он решил проводить пир и позвать всех своих друзей, товарищей и мудрецов Торы, которые будут присутствовать на этом пиру и будут выступать. И вот он позвал всех. И, как рассказывает Раби Йоханан, из-за Камца и Бар-Камца был разрушен город, он послал слугу. Но слуга перепутал. И вместо того, чтобы позвать Камцу, он позвал Бар-Камцу. И когда хозяин входит в пиршественную залу и видит Бар-Камцу среди гостей, который просто решил, что его позвали, чтобы примириться, ему очень уважение, он увидел и сказал, слушай, я тебя тут не хочу видеть. Кто ты такой? Давай до свидания. Тебе не место здесь, да? Вас тут не стояло. Встань и иди отсюда, вали отсюда. Ну, Бар-Камцу, которого... Как-то очень некрасиво, неуважительно поступил. Да. Бар-Камцу, которого обвинили в присутствии еврейских мудрецов, людей, которых он уважал, и уважение, которых он искал. Собственно, из-за этого он пришел на пир к своему врагу. Он решил пойти на примирительный шаг. Он сказал, давай не будем ссориться. Прошу тебя, сказал Бар-Камцу, поскольку я уже здесь, поскольку я уже здесь нахожусь, позволь мне здесь остаться. Давай так, я готов заплатить стоимость всего, что я съем, стоимость всего, что я выпью, и сидеть молча, просто остаться на твоем пиру. Ну, предложил хорошие условия. Но хозяин сказал, я на это не согласен. Мне противно тебя видеть. Вали отсюда. Тогда Бар-Камца сказал, я готов оплатить половину стоимости всего пира, на котором было очень много гостей. Хозяин сказал, я этого не хочу, я этого не желаю. Иди отсюда. Тогда Бар-Камца сделал последнее вообще, когда Женя сказал, я уплачу все, сколько стоит этот пир. Только дай мне остаться. Но хозяин сказал, нет, ты будешь выгоден с позором. И приказал схватить гостя за руку и вывести его из зала. И вот за этим смотрели еврейские мудрецы. В том числе Рави Захария, о которой он дальше будет говорить. И никто из них не вмешался. И это, собственно говоря, первая причина. И когда Бар-Камца выходит, то он обижается не только на хозяина пира, а за его вражду беспричинную. он больше всего обижается на мудрецов. На тех, кто заправляет и усатюрки в храмы и так далее. И он обижается на них, потому что это происходило в их присутствии. Они должны были вмешаться, если они мудрецы, если они праведники, если они светочи знания, так сказать, столпы общественной морали. Они должны вмешаться. Они должны были сказать свое слово. Если же они позволили это сделать, то они виноваты больше, чем хозяин. Это его мнение. Бар-Камца сказал, что при нанесенной мне обиде присутствовали самые просвещенные люди этого города и не заступились за меня. Хорошо, я отомчу им всех. Как он мог отомстить? В принципе, хотя иудея была царством, но она входила под мандат, как это сказать, в Римскую империю. И он решил пожаловаться на евреев, кесарев, римскому императору. И он отправился к такому императору, как император Нерон. Нерон вообще, мы знаем, из римских источников, вообще-то был добрый человек по природе. К концу жизни особенно. Я говорю, понятно, кого. Но очень спыльчивый. Да. И он ему пришел и доложил, что евреи против тебя зло омушляют, готовят против тебя восстания. И ты должен с ними как-то сделать. Евреи изменили тебе. На что Нерон его спросил, чем ты докажешь это? Он сказал, пошли им жертвоприношения. И ты увидишь, принесут ли они в жертву, они жертвы к нове или нет. Дело в том, что Римская империя была весьма толерантна к разным религиям и старалась их интегрировать. И поэтому при Каллигуле попытались евреев нагнуть, чтобы они почитали императора как Бога, потом поняли, с евреями это не получится. Но нашли такой компромисс. Император посылает быка, тельца в жертву, а его в Ягусалимском храме, где единственное место, где приносили жертву тогда, тогда у Юдоизми еще было жертвоприношение, которое исчезло после разрешения храма, приносит жертв. Все нормально. Если они это не делают, то ты увидишь, что они злоумышляют против тебя. Так нейроны поступили. То есть они типа того, они побрезгуют посланным тельцом, то есть тем самым обидом. Они тебя обидят. Нейрон взял тельца и отправил. Но дело в том, что по правилам храмовой службы приносить можно было только животное, у которого не было повреждений, который был без дефектов. А иначе нельзя. И вот Бархамц взял дороги и сделал тельцу повреждения на верхней губе. Есть другая версия, что он взял в роговой оболочке глаза. И это сделало... То есть он на ухе ухо повредил. То есть есть разные варианты. Но что-то повредило. Есть разные версии. И это сделало животное... Да, он что-то повредил, но настолько незначительное, что для римлян это не являлось повреждением. А для строгих хранителей храмовой традиции это являлось. То есть римлян это вообще не заметил. И когда он прибыл, он прибыл, то есть уже увечен. И расчет Бархамца был точным. Хотя по еврейским законам бык стал непригоден для жертвенника. Но с точки зрения римлян, он обычный. И если его отказаться принести в жертву, то это, безусловно, будет демонстрация неуважения. Об этом, кстати говоря, пишет Иосиф Лави. Об этом сообщает не только Талмуд. И великое восстание вообще-то действительно началось. Одной из причин было отказа евреев принять жертву от императора мира. Но мы говорим об Агаде, о том, что Бавилонский Талмуд это все-таки не только традиция, не столько история, сколько политика. но Бавилонский Талмуд говорили, что собрались мудрецы и законноучители, хранители традиции, и они сказали, надо приносить это в жертву. Иначе у нас будут трагические последствия для всего народа. И тогда надо быть гибче. То есть они поняли, что это провокация. Вот это важно понять. надо надо быть гибче, надо на ВИЧ смотреть ширше, надо принести это в жертву. Но встал самый авторитетный из учителей связанных женопоприношением Раби Захария и сказал, нет, такое мы не можем сделать. Почему? Потому что мы составим претендент. И тогда на будущее, если захотят принести БК с ВИЧем, то нам скажут, вот же, они же принесли, почему нам нельзя? Мы можем сделать опасный претендент. Поэтому самое важное это сделать это так. Так говорит Захарий Абенов руководство по-русски пишет, тогда мудрецы говорят, ну, типа, надо объяснить, ну, а что объяснять этим Гоем? Они же все равно не поймут правду. А мудрецы на Совете приходят к решению, надо казнить Баркамцу, потому что он донесет. Он донесет это, кстати, это, так сказать, одно из первых упоминаний знаменитого принципа нет человека, нет проблемы. То есть, давайте его казним и все, все вопросы будут решены. Да, но я думаю, что и раньше были люди, которые тоже приходили к этому мудрому выводу еще в пещерах. Но вот, но давайте его казним. Он не донесет. И тут снова выходит раб Захария и говорит раби Захария, нельзя. Почему? Потому что по еврейскому закону он не подлежит казни. Иначе мы создадим процедент, согласно которому всякий, кто починит жертвенному животному повреждению, должен быть казнен. Нельзя его казнить. и получается, что это не так, не так, не по-другому. И в результате они отказываются, не объясняют, возникает обида, обида переходит во вражду с местными властями, происходит это проявление восстания, и дальше происходит восстание, которое, как известно, превратилось страшную иудейскую войну. Иудейская война завершилась, ну, повела к тому, что римляне послали дополнительные регионы в Эрцисраэль, Палестину, и это закончилось осадой Иерусалима. А во время осады Иерусалима происходили достаточно страшные вещи. Как свидетельствует Иосиф Лавик, пишут другие источники, евреи в городе, придерживающиеся разных точек зрения, они с таким рвением убивали друг друга, что римляне шутили, что нам надо просто подождать, пока они не перебьют друг друга. Да, потому что существовали ревнители, которые говорили, что вот эти предатели, всякий, кто недостаточно ревнивый в служении, он является предателем. И, собственно говоря, происходили вот эти достаточно страшные вещи в Иерусалиме. Фарисеи нападали на стукеев, зелоты нападали на всех, а среди зелотов были еще более радикальные группы, и в результате там пока римляне осаждали Иерусалим, внутри Иерусалима происходила самодельшняя настоящая гражданская война. И вот авторы Талмуда, они пишут, кто виноват в том, что произошло. А по результату ведь произошло падение Иерусалима и разрушение храма, который разрушен до сегодняшнего дня. Осталась только одна стена. и рабе Захария, который там стремился, чтобы правильно поносили жертвы, в конечном итоге на этом жертвопоношение закончилось. Все. Потому что был разрушен храм, храмовая жертва и так далее. И вот авторы Талмуда должны решить, кто виноват. Конечно, легче всего обвинить римлян, но они вообще бои, они вообще не евреи. Но можно обвинить вот этого предателя Баркамцу, можно обвинить хозяина Пирра, который первым проявил свое такое невероятное. Но талмудисты считают, что самым виноватым в этом встоге являются мудрецы и прежде всего раби Захария. Потому что для раби Захарии был поставлен дилемма. ему предстояло выбрать между двумя вагианами иерархию выстроить. Что для него важнее? Забота о строжайшем соблюдении, о букве закона или забота о народе и о будущем народу. И понятно, что выбрал раби Захария. Раби Захария выбрал букву закона. Именно его подобных ему авторы Талмуда обвиняют в разрушении храма. Не римлян, не предатель, а именно вот таких фанатиков. И это очень символично. тут можно от событий двухтысячелетней давности перейти к событиям сегодняшнего дня. Вот недавно опубликован индекс ненависти, который публикуется каждый раз в предвете 9 ала. И мы видим, насколько разные группы Израиля ненавидят друг друга. Мы только можем поздравить себя, то есть русскоязычных иерархитян, что мы вышли на второе место после Аравии. Обогнав, сильно обогнав геев, эфиопов, выходцев из сепартиз, африканских стран и так далее. Мы оказались на втором месте против арабов. Русских ненавидят примерно 33% русских, условно кавычках, а русскоязычная община ненавидит примерно 33% Израиля. На самом деле достаточно мало. 33% ненавидят, а значит соответственно 67% не то чтобы любят, но по крайней мере относятся дифферентно. Совершенно неплохие результаты. Учтите, что мы сами больше 20%. Остается гораздо меньше. Мы ненавидим друг друга, Давид. Что-то не хватает. Ну да, в этом отношении мы не исключение. Как в том анекдоте про синагогу, чтение молитвы, шма, одна половина синагоги встает, другая синагога сидит, пришедший новый человек говорит, у вас есть традиция вставать во время чтения, он говорит, нет, у вас есть традиция сидеть во время чтения этой молитвы, он говорит, нет, у вас есть традиция сраться друг с другом, и по этому вопросу, да, вот такая традиция у нас есть. Вообще в этом еврейской истории, еврейское веление, она полна примеров такой беспричинной ненависти среди между братьями. И вот Танах в Гиблии, он в первую очередь обращает нас на это. Обратите внимание, у первых людей родились два брата, Каэми Ами, один убивает второго. И вот эта история соперничества, ненависти между братьями, это история, которая проходит через какой-то маниакальной настойчивостью, через все почти части Танаха. И это очень грустная история. И она насочет о том, что по большому счету нам гораздо меньше надо бояться внешних врагов и гораздо больше относиться, с большей опасностью относиться к такой беспричинной ненависти, сенатхинам, которая распространяется. Что же касается ненависти к нам, конкретно к русскоязычной общине, которая очень сильно распространяется, мы можем сказать, что она ведь не ну она конечно беспричинная, но она имеет вполне четкую причину, потому что ее распространяет, ее провоцирует. Вчерашнее выступление руководителя управления народонаселения, который там рассказывает о том, что две трети репатриантов неевреев. И ну он конечно больше выступает против Украины, о том, что вообще украинская война это они сами придумали, они ее просто пиарят, что вообще там ничего такого если бы они не пиарились и подобное. Мы можем вспомнить недавнее выступление Мири Регев о том, что недопустимо обижать слабые стои населения, подышая цену на одноразовую посуду и сладкие напитки, а надо поднять цену на виски и водку, потому что их пьет определенная группа населения. Мы сразу поняли, что оказывается мы сильные и мы пьем за счет религиозных. Не просто пьем, а пьем за счет религиозных. И мы можем вспомнить кучу других вещей, других выступлений, которые проходят одно за другим. И в принципе недели вряд ли проходят в Израиле, чтобы не было что-то в адрес русскоязычной общины сказано. Понятно, что тут ненависть беспричинная, но основательная. Основание для них рождения. программа подошла к концу. Вел программу Александр Гурарье. Всего доброго. До свидания.